ребятки всем привет и вот наконец-то на второй канал мы записываем видео о вопросах самых интересных мы как-то раз сделали такое видео там мы ответили на вопросе почему туман как мы познакомились как сделать себе такую же жену как настя ну и еще что-то я уже не помню в общем вот эти все интересные вопросы можете посмотреть там и я обещал что если вам это видео понравится то мы будем записывать такое часто к сожалению с того видео уже прошло на года полтора и вот только вот руки дошли до новых ответов на вопросы сейчас просто все свободное время вообще уходит на то как мы занимаемся проектом тачка на подарок и давайте сразу же об этом проекте я вам расскажу потому что очень много вопросов когда конец почему вы покупаете тачку на подарок и и продаете вот этот большой резонанс пошел и меня он тоже тоже вечно напрягает потому что вроде бы в каждом ролике в начале ролика мы объясняем что да мы покупаем тачки что-то там их прокачиваем как можем и продаем чуть дороже тем самым вот на эту разницу мы короче как будет зарабатываем деньги копим короче чтобы купить land cruiser можно вместе с вами определились который мы подарим кому-то из наших подписчиков там как-то выберем я еще пока не знаю это будет через instagram gif либо там мы просто на ю тубе в комментариях короче выберем и привезем этому человеку все сами там сами приедем в любой уголок россии но многие люди этого не понимают как это устроено поэтому поэтому я сейчас максимально быстро хочу короче закончить этот проект и вообще-то дело неблагодарное вроде бы знаешь и вот эти все деньги которые мы зарабатываем там а сбивая цену либо продавая дороже ты как бы купи копишь даже не себе эти деньги ты забираешь чтобы что потом их вложить в следующую тачку блин купить в итоге подороже крузак получше и люди тебе пишут вот вы там такие плохие там наварились либо короче там жадные там просто знаешь и все сравнивают там как бы что другие там вот вы похожи на других блин тоже кстати об этом хочу сказать потому что вот раньше автоблогеры все снимали обзоры обзоры на машины выходит к эта марка там то возьмем того же гитара и у каждого блогера есть обзор на gtr у давидыча там воротникова у жорика улице я не знаю кто там раньше еще был неважно у всех есть обзор на gtr и что они все делают одно и то же просто интересно мне интересно послушать там допустим человек скажет про гитар мне интересно посмотреть чё жорик про гитара расскажет это не значит то же самое это просто каждый делать по-своему здесь история наша с этим тачкой на подарок очень похожи на некоторых блогеров у меня вот бомбанула то что блин мы как бы короче делаем это даже не для себя очень много денег теряем очень много денег зачастую мы как бы тратим гораздо больше денег на восстановление машин из своего кармана приходится добавлять где-то мы конечно бывает договариваемся там с ребятами они за бартеру но они за бартер делают машину мы могли бы на этом зарабатывать до хотя бы продаваем рекламу но но мы делаем все это в проекты эти это короче для кого-то и по итогу я читаю просто тучу комментариев по поводу того что вы обманываете вы дурить и вот и короче ну вот этот весь шлаг короче я хочу убрать и все больше вот как какую-то там кому-то там делать подарок там ну его нафиг короче тачка на подарок заканчивается ближайшее время мы там продаем все все машины собираем деньги покупаем крузак дарим и дальше будет новый сейчас мне вот прямо интересно это покупка машин с кем-то и это не касается автоблогеров мы мне интересно сама суть то что мы покупаем тачку не задорого ну допустим у нас бюджет 200000 и мне очень интересно я думаю многим интересно посмотреть что купит допустим иванурган или там нагив или бузова что купят они у них нету знаний да ну при этом там настюха как-то им подсказывает помогает общаться по телефону когда приезжать начал смотреть это сейчас у нас мы прошлись по автоблогерам немного чтобы начать чтобы вообще понятно была концепция шоу но это мы еще заканчиваем нашу эту тачку на подарок и сейчас будем именно делать новое шоу где мы просто покупаем тачку с кем-то ну и там очень же додумаем доработаем но суть будет такая мне кажется это очень прикольно и у этого проекта есть будущее также многие пишут что купите тачку с эльдаром следующие точно смотришь это видео ты знаешь кто я и откуда ребята сразу вам хочу сказать чтобы договориться с кем-то о совместном видосе это прям очень сложно это прям очень очень сложно если вы вообще как бы смотрите эльдара человек он вообще специфический со своими как бы устоями и мнениями вообще на всю жизнь моему как-то раз писали чтобы он рассказал свое мнение по крауну буквально 5-10 минут мы сами к нему приедем он просто вот ну там сядет или там прокатиться захочет не захочет просто хотя бы там пять минут запишет свое видео на что он вообще там сначала там ответила потом просто перестал вообще отвечать ну короче он просто сказал что я сейчас ничего ни с кем не записываю меня там моя камри у меня сейчас там но это было когда у него еще не было этого шелби но сейчас у него там шелби у него там другие проекты короче он там открывает автошколы открывает там сервисы не знаю короче там человек максимально занятой вообще вот допустим вот мы когда снимали что этот краун там с гордеем да вот ну там с эриком вот только с эриком не было каких-то там сложности там гарди тоже там отвечал две недели потом он там выделил 10-15 ну сказал что мне только 15 минут не минутой больше то есть я говорю все офигенно занятые ребята там да ножики чем тоже было довольно просто просто написали ему и без проблем приехали записали ну а так вот очень много ребят они именно прям вот они прям деловые вообще вот тут очень много дел очень много заняты и зачем тратить свое время на кого-то другого ладно теперь следующие вопросы когда у нас настюхой свадьбы знаете как вы помните из прошлого видео мы познакомились еще в десятом году мы в принципе с ней давно но мы там типа встречались расставались и вот с 15 года мы прям вот вместе не разлей вода короче до сегодняшнего дня свадьба в нашем понимании было что там у девочек чуть по-другому у меня чуть-чуть по-другому было ее родители всю жизнь задалбливали то что надо типа короче свадьбу почему вы там типа не вот надо официально все это зарегистрировать там туда-сюда обязательно свадьбу сыграть но мы вокруг видели короче как вот все наши знакомые меряются писюнами в плане свадьбы сколько они потратили с таким размахом какое там дорогое платье на ней там какое крутое кольцо он подарил каком крутом месте они это делают или там где отмечают свадьбу и просто как бы мы вообще не понимали зачем для многих людей кто делал свадьбу они просто собирают деньги да они приглашают максимальное количество знакомых которые приносят тебе деньги на подарок и ты типа короче все деньги потом так считаешь и думаешь там типа вот я поеду там путешествия мы там на эти деньги какие-то деньги мы отложим на квартиру на машину и так далее вот лично наше мнение было что вот этот вот весь балаган он просто не нужен ради денег делать свадьбу бренда мы сами заработаемые деньги не нужны нам не нужно нам вот это подачка не нужно вот это там лицемерные улыбки все вот эти которые при многих приходит просто на халяву побухать или там похавать или ну короче все вся вот это вот ну чепуха короче нам было не мило мои родители нормально вообще как бы к этому относятся там расписание расписаны вы там жената не жената у насти по-другому родители реагировали и и примут клювали все время и вы наверное просто чтобы им было легче мы просто пошли расписались мы подали заявление просто расписались чтобы официально это было но на самом деле это в обществе гораздо проще когда ну там вы куда-то едете или там приходите что-то вместе и ты говоришь это жена совсем другое отношение и нежели ты будешь говорить что это просто твоя подруга там или это твой там парень более серьезно воспринимается сразу когда вот ну то семья там туда сюда но так мы с насти люди верующие мы где-то через год повенчались повенчаться нельзя было без росписи кстати ну там при пригласили каких-то там самых близких людей у которых было время на тот момент нет мы вообще не хотели никого звать нам сказали батюшка что нужно позвать свидетели а так вообще бы никого не звали точно я вспомнил . и только свидетели тоже муж и жена все больше никому ну вот даже есть небольшой видосик и это это так спонтанно получилось просто один знакомый узнал об этом и говорит давайте я сниму короче смонтирую а 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 конечно с одной стороны мы как-то видели в интернете как типа есть дрифт свадьбы такие знаете прикольно там куча машин там что-то какой-то дрифт это прикольно так снята там необычные платье да это прикольно вот согласен туда прикольно может быть когда-нибудь на какой-нибудь типа нам же есть наш типа даты там деревянная свадьба короче там еще какие-то там всякие не помню можно почитать и можно какую-то какую-то дату вот таким образом отметить Кстати, многие боятся венчания, в плане того, что, типа, я не уверен, что, типа, короче, мы там, мы одни навсегда, короче, будем вместе. Ну, согласен, если ты с таким пониманием живешь, если с таким пониманием или такие мысли у тебя есть в браке, то, в принципе, вообще он тебе не нужен. Тогда этот брак – это просто какое-то сожительство. Если у тебя есть такие мысли, что ты не уверен в человеке, с которым ты живешь, или, там, не уверен в себе, в то, что, типа, ты ветерок куда-то подул, и ты, короче, можешь, там, уйти в другое место или к другому человеку, тогда, возможно, да, это не тот шаг, который не нужен. Это далеко не пафосный шаг, где ты просто, типа, вот, мы там повенчались, это реально делается раз на всю жизнь. Ну, опять же, там, вот, мы просто верующие люди, и у нас это, мы, там, типа, каждое воскресенье ходим в церковь, в церковь, там, и так далее, да, мы там, короче, не, понятное дело, мы там далеко от, там, правил, там, типа, посты, не ругаться, короче, там, как-то. Но, я считаю, что, в принципе, там, правильным мыслям учат, и там есть какие-то такие правильные принципы и устои в жизни, которые, с которыми проще жизнь, и проще, проще жить, и проще смотреть вообще на этот мир. Вот, все делалось, вот, чисто для нас с ней, многие, там, и не знают об этом вообще, я не знаю, родители мои точно, они далеко от этой веры, там, и всего вот этого, поэтому, это, вот, лично для нас было, и все. Ну, такой видосик вышел, пишите в комментариях еще, если вам интересно вот такие видосы, ссылочка на тот видос будет в описании, пишите в комментариях, если вам понравился видос, какие еще темы, может, вы хотели, чтобы мы осветили, про что рассказали, о чем поговорили, и постараюсь, что следующий видос выйдет не через год, а пораньше.